На этой неделе оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан состоялось вовремя и в срок. Во вступительном слове Хабиров отметил, что похороны Муртазы Губайдулыча Рахимова прошли организованно и без происшествий. Также указал на то, что до 23 января властям и городским властям и муниципалитету по месту рождения Муртазы Губайдулыча надлежит внести свое предложение об увековечивании памяти первого президента Республики Башкортостан. Впрочем, мы еще вернемся к этому вопросу. Говоря о прилете Владимира Путина на похороны Муртазы Губайдулыча Рахимова, Хабиров заявил буквально следующее, цитирую. «Я доложил президенту, ничего не скрывая, чем мы тут занимаемся». Конец цитаты. «Я доложил, как республика развивается, какие задачи мы решаем, уважаемые коллеги, то, собственно, ничего не скрывая, то, чем мы занимаемся и что находится в наших приоритетах». Вот тут, как говорил Станиславский, не верю. Если бы Радий Фаритович доложил действительно, чем он тут занимается, то Путина либо хватил бы удар прямо в аэропорту, либо он привел в исполнение Радия Фаритовича прямо на месте. Впрочем, Хабиров не понял того, что Путин просто прилетал на похороны Муртазы Рахимова и начал попрошайничать, ну, как принято у губернаторов. В том числе, например, Хабиров начал просить деньги на цирк. Как он выразился, проблему цирка пришлось вынести на этот уровень. Проблему с цирком даже мне пришлось вынести на этот уровень. Собственно, чем тут было гордиться? Хабиров неоднократно заявлял о том, что он уже нашел деньги на ремонт госцирка в Уфе, и вот-вот этот ремонт начнется. И вот теперь, значит, пришлось попрошайничать у Путина. Путин не оценил порыва губернатора и осадил его просьбы и попрошайничество, заявив о ряде проблем, которые есть в регионе. Судя по всему, перемещаясь из Москвы в Уфу, Путину была дана достаточно внятная справочка о ситуации в регионе. И те проблемы, которые он воткнул буквально Хабирову в ответ на его жалкие просьбы, четко отображали действительно ситуацию в Башкирии. Собственно, Путин потребовал навести порядок с экологией и наладить работу скорой помощи в республике Башкортостан, указав на то, что в работе службы скорой помощи существуют ощутимые большие проблемы. Давайте немножко абстрагируемся. Глава самой большой в мире страны, приезжая в регион, указывает губернатору на проблему с работой карет скорой помощи. Вот, собственно, масштаб того, что произошло при встрече Хабирова и Путина. Ну, собственно, Хабиров постарался нивелировать вот эту ситуацию, стал зыркать на Рахматулина и ждать от него чудо, и чудо, как говорится, случилось. Прямо с места на оперативном совещании Айрат Рахматуллин доложил, оказывается, что всего лишь за выходные, вот буквально минувшие выходные, он подготовил проект модернизации службы скорой помощи по республике Башкортостан. Я жду от вас предложения, Айрат Радзеевич. Понятно? Сколько вам времени нужно? Уважаемый Радзе Фаритович, по вашему поручению за выходные мы подготовили проект модернизации службы скорой медицинской помощи. На этой неделе готовы доложить. Позвольте, у меня вопрос. Если давно и даже Путину было понятно, что скорая помощь в Башкирии работает из рук, вон плохо, и на создание проекта модернизации работы службы скорой помощи требуется всего лишь один министр и одни выходные, и почему этого не было сделано ранее. И тут, конечно, напрашивается предположение о том, что все это цирк, и то, что весь этот проект модернизации реализован не будет, либо он не стоит яйца выеденного, и, судя по всему, очередное поручение Путина выполнено не будет. И что уж говорить об экологии? Тут вопрос, скажем так, посложнее, чем наладить работу карет скорой помощи, добавить количество экипажей и поднять им немножко зарплату. Тут значительно все сложнее, с экологией ситуация и проблема более многообразна, и, пожалуй, что неразрешимо в обозримом будущем, и тут можно тоже только имитировать. Доложить Путину о успехах на Ниве вывоза мусора, ну, тоже не получится до конца, потому что успехи эти весьма призрачны. А вот наладить, скажем там, атмосферу в городах Стерель-Тамак, Салават и Шимбай и вовсе практически невозможно, учитывая то, что Хабиров настолько зависим от химических гигантов, расположенных в этих городах, что он просто не посмеет что-либо сделать с их выбросами и химической активностью. Продолжая вступительное слово к оперативному совещанию, Хабиров упомянул о своих ближайших планах. Собственно, в этих ближайших планах, несмотря на многочисленные расследования вокруг его перелетов, опять перелет. Уважаемые коллеги, на этой неделе запланирован визит нашей официальной делегации в Республику Беларусь, возглавлив ее сам. Хабиров в этот раз вместе с делегацией прямо на этой неделе собрался улететь в Беларусь и продолжить свою международную активность. Ну, собственно, поездку эту Радий Фаритович охарактеризовал как деловую, но упомянул, что в результате его нерушимой дружбы с Беларусью должно быть налажено авиационное сообщение между Уфой и Минском. Ну, вот эти завиральные идеи на тему авиации, у Хабирова, видимо, какое-то осложнение от его пристрастности к перелетам и полетам. Он не только любит летать на самолетах и вертолетах, он еще любит и руководить авиацией. Ну, хочется спросить, Радий Фаритович, а как там с рентабельностью перелетов в Нур-Султан, куда вы нас всех так очень звали? Как скоро у нас появятся рейсы в Тегеран, куда вы тоже так рвались? Ну, и в остальные замечательные страны, куда вообще нормальному человеку летать-то не очень хочется, но теперь, значит, на очереди Минск. Завершил вступительное слово к оперативному совещанию. Хабиров своей любимой песенкой про необходимость поддержки СВО. Я вот просто еще как-то, может быть, кратко очень сказал по встрече с президентом. Но я хотел сказать, что, конечно, вот как мы с вами и договаривались, одна из главных задач, и, по сути, главная задача – это поддержка специальной военной операции. Как-то он невнятно и мямлил, так рассказывал о том, как же прекрасно Путин похвалил башкирский народ, вспомнил о героическом и добровольном вступлении башкир в луна Российской империи и бла-бла-бла. Жаль, что Путин не упомянул про Пугачева и Салавата Юлаева. Было бы, по крайней мере, объективно. Первым делом, как водится, заслушали Прочаковскую с ее обзором проблематики жителей республики за минувшую неделю. Елена Анатольевна перечислила привычный набор проблем. На первом месте ЖКХ, далее дороги, потом благоустройство, общественный транспорт, социальное обслуживание, на шестом месте здравоохранение. И в этот момент я себя словил на мысль. Ведь Прочаковская перечисляет ровно те направления, по которым идет основной распил команды Хабирова. И ровно эти направления вызывают максимум вопросов у населения. Очень уж сильно эта вся история была похожа на явку с повинной. То есть ровно те направления и сферы, куда прикладывается максимум усилий, ну, по крайней мере, как кажется, что прикладываются эти усилия вот этой команды Хабирова, ровно они вызывают максимум возмущения у населения. Ну, пока еще никто эту закономерность не обнаружил, и мне она пришла в голову только что. Но, действительно, вот постарайтесь провести параллель. Все, что Прочаковская называет проблемными темами, все это есть основные точки приложения и финансов, и, соответственно, основные источники пропитания для всей вот этой команды Хэ. Удивительная закономерность. Впрочем, Прочаковская и упрекнула еще за одно население, отметила, что жители продолжают безответственно жаловаться на перебой с подачей электричества. В Нагаево, в Игляново, еще в некоторых местах, в Сипаилово тут отрубили, значит, отопление электричества половине района. Хабиров строго указал провести животворящий брифинг о том, что, значит, происходит в Игляново и в Нагаево. Видимо, он надеется, что брифинг поможет людям перенести отсутствие электричества. Шельдяев, отвечая на вопрос Хабирова, как же там дела с электричеством, что-то там невнятно мемлил про дополнительные ТПшки, какие-то, значит, там, переброску линий и так далее. Те обращения, которые идут по Игляново, мы строим новую подстанцию. Срок ввода 4-й квартал 22-го, 1-й квартал 23-го года. По СНТ, ДНТ, Ассоргино строим новую подстанцию, ПС-500, по ИПС-110, то есть срок ввода тоже декабрь 22-го года, 1-й квартал, 23-го года, 1-й квартал 24-го года. По Нагаево, то, что идет обращение, здесь мы отрабатываем сибирскими электрическими сетями, то есть с 7-го по 11-го у нас в января был введен режим холод в связи с морозами, то есть это усиленные бригады, чтобы они были на местах. То есть вот по всем обращениям, где есть, мы отрабатываем. 42 ТСО, совсем на контроль, поэтому здесь работают люди. На самом деле, судя по всему, ни в Оглено, ни в Нагаево. Кардинальным образом в этом сезоне ничего не изменится, потому что есть ощущение, что власти просто не понимают, как нужно решать эту проблему. Далее зачем-то заслушали доклад министра здравоохранения Рахматуллина на тему эпидемиологической обстановки в республике. Вообще пора бы сворачивать эту тему, потому что дело не в том, что ковид ушел и больше никто не болеет и не умирает, а дело в том, что эти доклады превратились в абсолютную пустышку. Ну, в частности, нам опять сообщили, что 346 929 человек заболели в общей сложности за все время эпидемии, 125 пациентов находятся в больницах, 839 человек за неделю заболели ковидом, и при этом процент госпитализации заболевших существенно снижается. Лучше бы Рахматуллин рассказывал о том, как вообще дела обстоят у нас в медицине, или, например, брал какую-нибудь одну сферу, кардиологию, родовспоможение, помощь младенцам, беременным и прочие вещи, в каждом отдельном докладе делал какой-то обзор. А вот они делаются вот этой формальной цифирью, которая уже ничего не значит. Впрочем, Хабиров порадовался снижению заболеваемости, но отметил, что важно было не сглазить. Ну, в принципе, вот эти цифры падения радуют, да? Аккуратно об этом, конечно, говорим, чтобы не сглазить, как говорится, но в целом, когда у нас рост пошел, мы этот период прошли, да? Так точно. Собственно, вопросов у Хабирова к министру здравоохранения больше не осталось. Судя по всему, Радий Фаритович очень сжился с мыслью о том, что Рахматуллин, он какой-то чудесный и волшебный, и что ему только скажешь, он сразу все исправляет, вот буквально сразу. Перед Новым годом дали взбучку, все исправил, ну, по крайней мере, на словах. Сейчас, значит, Путин что-то там сказал про скорую помощь, бац, у Рахматулина уже есть проект модернизации. Вопрос в реализации. И, собственно, здесь долго втирать очки не получится, потому что население, ну, четко и на себе ощущает, работает Минздрав или не работает, доступна помощь медицинская или недоступна, можно к врачу записаться или нельзя. И все вот эти реляции Айрата Разифовича, они, конечно, будут действовать всего лишь несколько дней, но, по крайней мере, Хабирову это очень нравится. Регулярный доклад о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС в этот раз окончательно превратился в перекличку министров. Доклады министров были столь краткими, что, ну, как бы, не успеваешь даже заметить их смену. Собственно, первая выступающая Голованова Ирина Александровна рассказала о том, что в Багдаде все исключительно спокойно, всего четыре аварии по республике свыше восьми часов. На самом деле речь идет даже о 27-ми часовом отключении электроэнергии в одном из населенных республики. Но 11 аварий меньше восьми часов, полторы тысячи единиц техники и 3,5 тысячи дворников убирают снег в республике. И все. Это все, о чем рассказала Ирина Александровна. Ну, я бы на ее месте пустил бы какой-нибудь ролик, как обычно делают министры. Например, вот такой ролик. Посмотрите, полюбуйтесь. Это улица Нежинская, дом 3, в Арджиенкизовском районе города Уфы. Вот примерно так. Выглядит система отопления в этом доме регулярно. Жители написали мне о том, что они чуть ли не каждый день вызывают аварийные службы, которые приезжают, стучат ключом по трубе и уезжают. Существенных изменений вообще никаких в этом доме нет. Вот так устроено отопление. И вы потом еще спрашиваете, почему приходят такие счета на общедомовые нужды. Вот этот кипяток, который льется в подвал, это те самые общедомовые нужды. Об этом почему-то Ирина Александровна рассказывать нам не хочет. Еще более кратким был господин Колебанов, который не считает нужным нам рассказывать о ситуации на дорогах и о состоянии самих дорог. Он не считает нужным нам рассказывать о дорожном строительстве. Он нам докладывает милицейскую сводку. По оперативным данным ГИБДД Республики за период с 9 по 15 января произошло 39 дорожан транспортных происшествий. Пострадало 48 человек, погибло 5. Собственно, он доложил, что случилось за неделю 39 ДТП, в которых пострадало 48 человек, и 5 погибли. Собственно, и что? Александр Владимирович, вы в каком звании в ГИБДД состоите? Ну, в общем, честно признаться и повторюсь, вот этот доклад, триединый доклад о дорогах ЖКХ и ЧС превратился реально в перекличку пионерского отряда. Далее присели на любимого ослика. Заслужили доклад о реализации мер по поддержке семей участников специальной военной операции. Доклад делала министр финансов Лера Закуановна Игдесамова. С 1 ноября 2022 года бесплатно посещают детский сад. 2 615 детей и участников специальной военной операции. 2 259 учащихся 5-11 классов и более 500 студентов очной формы обучения по образовательным программам среднего профессионального образования обеспечены у нас горячим бесплатным питанием. Ну, естественно, собственно, в РБ больше нет проблем, кроме как поддерживать СВО и заодно построить цирк. То есть у нас есть две задачи – цирк и СВО. Собственно, Игдесамова доложила о том, что в результате мер поддержки, которые разработало правительство Республики Башкортостан, 2 615 детей мобилизованных теперь ходят бесплатно в детский сад. Бесплатное горячее питание в школах получают 2259 детей мобилизованных. Сезонный отдых, что бы это ни значило, организован для 136 школьников. И сертификат на обучение выдан еще 50 семьям. 104 родственника мобилизованных были трудоустроены. И особенно трогательно прозвучала цифра Игдесамовой. Такая 90 семей попросили кредитные каникулы из числа семей мобилизованных. По информации Национального банка по Республике Башкортостан с вопросами о предоставлении кредитных каникул по ранее оформленным потребительским и ипотечным кредитам обратились 90 человек. Вообще цифры у нее уменьшались и уменьшались. И речь шла о десятках или о двух-трех сотнях каких-либо процессов. Тут, значит, и силами волонтеров и администрации муниципалитетов, значит, расчищают дворы от снега, подвозят дрова и сено семьям воинов, устанавливающих новый миропорядок. Ну, в общем, вот такие вещи, и цифры там звучали 100, 200, 300, 100, 150, вот так. Очень скромно эти цифры поддержки и количества поддержанных семей выглядели на фоне предыдущего доклада о помощи семьям мобилизованных. Речь шла тогда о том, что 19 860 семей мобилизованных написали заявление на получение материальной помощи в размере 20 000 рублей. Я еще, помнится, тогда упоминал, что Лира Закуановна рассекретила секретные цифры, потому что если у нас 19 860 семей написали заявление на получение материальной помощи, значит, ну, не меньшее количество у нас мобилизованных. То есть, если речь идет о 20 000 мужчин, мобилизованных из Республики Башкортостан на специальную военную операцию, то это несложно подсчитать, что это каждый 50-й мужчина среднего возраста. Цифры, честно говоря, ошеломительные. Но, тем не менее, вот остальные меры поддержки у Лиры Закуановны выглядели весьма скромно. Хабиров, выслушав министра финансов, подытожил ее доклад следующим образом. Мы пока приняли вот такой объем мер, пока, подчеркиваю. Дальше будем смотреть, так? Ну, они должны безупречно работать. Сам себя не похвалишь, как говорится, целый день оплеванный ходишь. Далее Хабиров рассказал о том, что он на минувшей неделе связался таки с Азатом-солдатом Бардановым. И теперь Азат-солдат Барданов берет на себя функцию координации нашей работы там, как выразился Хабиров. Мы с Азатом Шамильевичем договорились таким образом. Он берет на себя координацию нашей работы там. Он, конечно, в составе батальона, упомянул Ради Фаритович, но у него есть возможность заняться этим. Ну, что это за чудесные возможности у военнослужащего заниматься еще чем-то, кроме того, что ему указывает начальство, мне непонятно. Однако Хабиров дал однозначно понять, что теперь Азат-солдат Барданов будет уже не Азат-солдат, а Азат-завсклад, потому что он будет заниматься распределением вот этой материальной помощи и всякой помощи мобилизованным и районам Донбасса, которые оказывает Башкирия. То есть он встанет там на логистику, на базу сядет, будет завскладом, заведующим базой, я не знаю, как это будет называться и в каком звании. Место по армейским понятиям, безусловно, очень теплое. Чем ближе к хлеборезке, тем уютнее живется военнослужащему. Не знаю, с какой скоростью будут идти там награды и звания Азату-завскладу, но теперь мы с полной уверенностью можем считать, что он нашел свое призвание даже в зоне специальной военной операции. Далее Хабиров строго указал на то, что правительство Республики Башкортостан теперь должно неукоснительно исполнять все просьбы Азата-завсклада. Что бы он ни попросил, все министерства и ведомства должны все бросить и кинуться исполнять его просьбы. А также то, что все советники Хабирова в составе башкирских батальонов и крупных воинских объединений, где служат мобилизованные из Башкирии, все эти советники переходят в подчинение Азата-завсклада Барданова. То есть теперь у него там складское такое подразделение будет, куда всех советников соберут, а они будут ему там подчиняться. Просьба тоже неукоснительно выполнять то, что он просит. Вот я вас прошу, поэтому мы так договорились. Все мои советники, которые там находятся, значит, Алик Финзерович, наши священнослужители, все, дальше Азат Анатольевич, ребятам передайте, ваши, кто вас заменил в краску, все вводятся под его подчинение. Беспрекословные. Договорились? Судя по всему, и после этого заявления, нам становится понятно, что все основные меры по поддержке мобилизованных на СВО будут сфокусированы на этом самом Азате-солдате-завскладе. Ну, нисколько не сомневаемся, что все его просьбы и пожелания, и требования всеми министерствами будут исполнены. И, собственно, Азат Барданов теперь превратился в такого квази-вице-премьера, но на СВО. Очень странно вообще все это обстоит. Непонятно, как Хабиров не понимает, насколько постыдно все это выглядит и насколько это все искусственно выглядит, но, тем не менее, ему это нравится, и вот он продолжает опекать этого своего подопечного даже там в зоне специальной военной операции. Последующие за докладом министра финансов четыре доклада на этом оперативном совещании по сути провели для Хабирова экскурсию в некий прекрасный Башкортостан будущего, в котором он никогда не был, вероятнее всего, в котором он никогда и не окажется. Но как же, черт возьми, приятно оказаться в этом воображаемом мире, в мире, где все прекрасно, где все удается. Радио Хабирову рассказали о том, как животворящим образом подействуют выделенные 20 миллионов рублей на организацию бортьевого пчеловодства, как замечательно развивается наставничество в вузах и сузах Республики Башкортостан, как низко и прекрасно безработица в родном регионе, настолько прекрасно безработица в Республике Башкортостан, что ею восхитился даже Владимир Путин. В завершение этой экскурсии по несуществующему региону Радио Фаритовичу в качестве окончательного сеанса гипноза доложили о том, как неизбежно и неуклонно развивается производство молочных продуктов в непосредственной близости от смертоносно отравленного химпрома. Хабирову, конечно же, все это пришлось по душе. Вся эта психотерапия от подчиненных, она ему, безусловно, приятна. Он жмурился, улыбался, радовался, приглашал в гости успешных молоководов и, в общем, вот этих вот всех производителей молочных продуктов рядом с химпромом. В общем, суть по всему, Хабирову периодически нужна вот такая психотерапия, потому что он человек чувствительный, эмоциональный, и если ему все время рассказывать о том, как все обстоит на самом деле в республике Башкортостан, тут недолго и свихнуться или запить. Помните, когда Радий Фаритович окончательно окончил сооружать монумент генералу Шиемуратову, он нам пригрозил, что, как говорится, это еще не все, что он продолжит свое творческое сотрудничество со скульптором Салаватом Щербаковым и не прекратит сооружать монументы в Уфе. Мы, конечно, все почувствовали, что Радий Фаритовичу стало скучновато жить, что ему некуда стало бегать в обеденный перерыв, и не было возможности прислониться к прохладной колонне строящегося монумента, но, честно говоря, мы тогда не до конца поверили в такую решимость и решительность Хабирова, однако Хабиров слово сдержал. На минувшем оперативном совещании в правительстве Хабиров заявил, что он приступает к реализации проекта по возведению нового монумента, монумента Муртазея Рахимову. Хабиров строго заявил, что решение уже принято, и, судя по тем указаниям, которые Хабиров раздал своим подчиненным на этом совещании, в голове Хабирова уже состоялся конкурс на разработку и реализацию монумента по увековечиванию памяти Муртазея Рахимова, и в этом конкурсе, который прошел в голове Хабирова, победил творческий тандем, кого бы вы думали? Конечно же, Хабирова-Щербакова. Правда, неожиданно. По словам Хабирова, Салават Щербаков уже представил, как он выразился, свое видение монумента, и вот это самое видение более чем устраивает конкурсную комиссию в голове Радия Фаритовича. Ну, Максим Александрович, надо выйти на него и попросить, чтобы именно Салават Александрович, если у него там позволяет время, выступил, все-таки он нам предложил видение, каким должен быть памятник Муртазея Губайдуловича. Это уже точно принято решение. Ну, есть предположение о том, что скульптор Щербаков уже и сейчас готов представить эскизы над гробией и монументов и для Хамитова, и для самого Хабирова. Ну, а вот над монументом Муртазея Губайдуловича Рахимова он очевидным образом, как я предполагаю, работал еще при жизни Муртазея Губайдуловича. Ну, как говорится, цинично, но практично. Учитывая опыт и то, как строился монумент генерала Шаймуратова, у меня есть ряд предложений, которые бы упростили, облегчили и ускорили возведение грандиозного монумента, увековечивающего память Муртазыя Рахимова. В частности, я предлагаю сразу заложить в смету троекратную замену гранитной плитки. Ну, то есть, чтобы либо в три слоя, либо в три раза поменять. Потому что все равно придется, но чтобы потом не мучиться. Семь смен различных моделей скамеек. Тут у нас существует специальный институт развития городов, который эти скамейки умеет рисовать. Ну, и сразу два фонтана. Давайте закладывать два фонтана. Общую смету монумента предлагаю начать с трех миллиардов рублей, но с возможностью ее удвоения через год-полтора. Ну, и самое главное, что должно радовать жителей республики и Уфы, это не то, что в Уфе появится новый очередной грандиозный монумент, а то, что дорогому Раде Фаридовичу будет куда бегать в обеденный перерыв, будет к чему прислоняться щекой, радоваться и так далее. Потому что, на самом деле, психоэмоциональное состояние руководителя республики, это, на самом деле, не очень такой мелкий вопрос. Это очень важный вопрос, потому что от него зависим все мы. Чтобы Раде Фаридович не расстраивался, не психовал, не удручался, не впадал в депрессию. Это важно. Вдруг нам тоже будет немножко жить легче, если ему будет весело и задорно. Ну, и пока проектируется и возводится монумент Муртазы Рахимова, надо бы, конечно, подумать о тех мероприятиях, которые будут вокруг него проводиться. Ну, вот с генералом Шеймуратовым понятно. Оттуда уходят воины СВО, там, значит, чествуют ветеранов, там, значит, бьют в барабаны всякие юнкера и юнормейцы. А вот около монумента Муртазы Рахимова что должно происходить? Я полагаю, что Хабиров, ну, который очевидным образом воспользовался смертью Рахимова в свою пользу, вот Раде Фаридович там может, например, проводить какие-нибудь ритуалы посвящения в клику своих. Ну, то есть, вот человек там выполнил какой-нибудь норматив коррупционной активности, и его, значит, принимают в свои. Вот можно там какой-нибудь, ну, ритуал должен быть ночным, с факелами, значит, с там, пусканием крови и расписыванием этой крови, значит, например, стен или обелисков. Ну, не знаю, фантазия здесь может лететь далеко, до конечного результата по возведению памятника тоже далеко, но мы все с содроганием сердца и души ждем же, что нам такое нарисует. Салават Щербаков, а вот в нашем телеграм-канале, в «Открытой политике» телеграме, мы проводим опрос, какую форму увековечивания памяти Муртазы Рахимова вы бы предпочли. Не поленитесь, зайдите, подпишитесь, проголосуйте, это очень интересно, там уже очень много голосов. Редактор субтитров А.Семкин